МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мечать Кулшариф. Ну, она же, на мой взгляд, такая самая красивая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот я и в Казани. Сейчас пойдем в город смотреть. Вообще, здесь я уже был, когда работал на теплоходе, на экскурсии. И по Кремлю ходил, и везде. Но сейчас мы повторим, наверное, тот самый маршрут экскурсии. Ну, и немножко там и метро посмотрим. Я метро не смотрел еще, когда был. Так что будет экскурсия как на теплоходе, но еще дополнительно от меня. У меня сейчас есть 8 часов на обзор города. В 10 вечера у меня уже будет поезд до Нижнего Новгорода. Поэтому я пошел. Погодка такая не холодная вроде как, нормальная. Или я тепло слишком оделся. Поезд, смотрите, какой длинный стал. Я в Самаре садился, было всего 4 вагона, а сейчас нас к какому-то подцепили. Этот поезд до Кирова идет. К 368-м у нас прицепляли. Электровоезд достанции. Что-то меня тут никто не встретил. Тут вроде и не обещали. Я больше люблю, когда вот так. Выход в город через мост. А то в некоторых городах через туннель, даже в большинстве. А тут через мост, через мост поинтереснее. Пу-пу-пу-пу-пум поснимать с моста. На большинстве вокзалах вывески все на двух языках. На русском, на английском. А здесь на трех. Здесь еще и на татарском. Все плакатами залепили. Вида на вокзал нет. Вот я помню, когда на поезде проезжал в Казань, вот там останавливался мой вагон. Так вот, попадаем на первую платформу. И здесь уже с нее выход. Выходим и попадаем на привокзальную площадь, естественно. Вокзал Казань первая. А татарский просто Казан. Первым делом мы пойдем, естественно, в Кремль. Потому что там самое интересное место. А потом уже как получится. Это вокзал, а для чего вот этот терминал, я не знаю, да. Наверное, тоже как-то к вокзалу имеет отношение. Минус шесть. Это, наверное, такое для электричек. Пригородное. Тут есть указатели. Навигация по городу. Полтора километра всего до Кремля. Можно пешком дойти. Отошел от вокзала. Там по прошайке пару раз приставали. Тут уже минус три температура показывает. Где-то врет. Или на вокзале, или здесь. Там минус шесть показывает. Тут минус три. Вот такие трамваи ходят, если вам видно. Ну, я потом поближе покажу. Электронное табло есть. Видно, какой автобус приходит. Весь общественный транспорт в городе, как я заметил, красного цвета. В всех городах он такой разноцветный. А здесь строго красного цвета и трамваи, и автобусы. И рекламы на них что-то не видно. Вот там уже видна мечеть Кул-Шариф. Она из поезда была видна. Находится она уже в Кремле. Кто первый раз оказался в Казани, не знает, как в Кремлю пройти. Вот от вокзала шуруете вот так вдоль путей сюда. Здесь видите такую заправку, нечто космическое. И от нее уже шуруете прямо к Кремлю. Прямая дорога. Тут, конечно, уже снега знатно намело. Чем дальше еду на север, тем больше снега. Развлекательный комплекс в виде пирамиды. Красивый. Мы все ближе подходим к Кремлю. Один аккумулятор у меня сразу сдох, но у меня есть второй. Поэтому пока живем. Тут пирамида. А там стадион и тарелка какая-то инопланетянская. Сейчас автобус отъедет. Нет, он не отъедет, нам надо обойти. И вот она тарелка инопланетянская. Много разных прикольных сооружений здесь есть. А есть еще рядом такой город Иннополис называется. Но до него ехать надо. Вот там вообще это, типа, строили как город будущего. Но мы туда не попадем. Руки задубели. Пришлось одеть стильные перчатки. Да еще и сейчас пурга такая в лицо подула. Только я заснять не успел. В Волгограде я первый раз одел шапку, а в Казани первый раз одел перчатки. И вторые штаны пододел еще. Что же будет дальше? Мы все дальше едем на север. Уже становится морозно и страшно. И это только Казань. А Казань по меркам России вообще не на севере. Уткам почти негде плавать. Все замерзло. Голуби вон с руки едят. У нас в Сочи покруче. У нас в Сочи прямо на башку садятся и везде. Но не все у нас там определенная есть стая. Тут на экскурсии был, когда мы оттуда заходили. С той стороны. Сейчас туда и пойду. Конец марта, а здесь лютая зима. Оцените меня на фоне Казанского Кремля. Пу-пу-пу-пу-пум. Поднимаемся. Станция Кремлевская Казанского метрополитена. На метро мы попозже прокатимся. Кататься со склоном запрещено. Туда сначала залезть попробовали. Под снегом лед галимый. Я сейчас навернулся. Но зато я навернулся на мягкий снег. Потому что слой снега достаточно толстый. А под ним каток настоящий. Площадь 1 мая называется. Это памятник татарскому поэту Мусе Джалилю. Который погиб в застенках фашистской тюрьмы. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вход в Кремль свободный. На случай, если нужна экскурсия, то там есть касса. Можно и аудиогид взять. И обычную экскурсию. Но так тут есть схема Кремля. В принципе, все понятно. Куранты начали бить, но стройка все заглушает, к сожалению. Здесь вообще очень много всего в Кремле есть. Нас тут вообще долго вели, много чего рассказывали. Я уж то все и не припомню. Так что лучше, наверное, самим приезжать на экскурсию. А я вам так покажу просто, что самое основное это есть. Кремль очень красивый, особенно в ночное время. Но ночью-то я здесь не был, но с теплохода видел. Мы когда на обратном пути Казань проходили вечером. И это все он даже снимал. Так здесь красиво. Самое главное такое и самое заметное сооружение здесь. Это вот мечеть Кул-Шариф. Ну, она же, на мой взгляд, такая самая красивая здесь. Первое, что видно с поезда, как раз эту мечеть. На экскурсии про нее, конечно, тоже много чего рассказывали. Но я так красиво и интересно не расскажу все равно. Так что просто сделаю селфи. У меня сейчас отказала камера, потому что тут морозный ветер сильный. Но я сейчас достал аккумулятор, погрел его в руке. И вроде все снова заработало. Читал я, что эти камеры могут перегреваться. Но то, что переохлаждаться могут, я не читал. И сделали ее устойчивой. Там пыльной стойкой, влагостойкой, ударостойкой. А морозостойкой не сделали. Вход бесплатный. Я так заглянул, там сказали, фото можно, видео нельзя. Когда мы на экскурсии были, мы внутрь даже и не заходили. Канал Юр ТВ. Смотри и путешествуй в городе Казань. Идем дальше осматривать Кремль. На территории различные музеи есть. Можно походить. Если время есть, там, наверное, целый день можно ходить или даже не один. Кстати, вы мне сейчас скажете, что я в мечети не стал снимать. Я вот вспомнил одного чувачка, который покемонов в церкви ловил, но заснял это. И потом ему там оскорбление чувств верующих пришили и в СИЗО его потом закрыли. Вот я, короче, не хочу потом так же проблем иметь, чтобы мне там потом какую-нибудь статью пришили за то, что я в мечети снимал. Раз уж это так с религией связано, сказали нельзя, значит нельзя. Одно дело, когда на вокзале запрещают, на вокзале запрещают снимать, это брехня все. Это можно там снимать. А тут уж надо, как говорится, соблюдать. Оскорбление чувств верующих есть такая статья, а оскорбление чувств железнодорожников нету. Даже на вокзале можно. А это православный благовещенский собор Казанского Кремля. Как видите, тут в Кремле построены и мусульманские мечети, и православные соборы. А это тоже почти что самая известная достопримечательность Казани. Падающая башня в Сюнбике. То есть такой казанский аналог Пизанской башни. С ней там связана одна легенда, можете почитать, поискать. А мы тоже рассказывали на экскурсии. Это была дозорная башня Казанского Кремля раньше. Эта башня самая высокая в Кремле. Выше нее строить было запрещено. Ну и сейчас так же. Поэтому вон та мечеть, хоть это и незаметно, но она ниже немного. Почему-то Пизанская башня в Италии всемирно известная. Все ее знают. А башня в Сюнбике. Такая не очень известная. Я вот узнал о ней только, когда приехал сюда. Вот так, если близко стоит, незаметно, что она наклонена. А вот оттуда вот хорошо было видно. За воротами там вот где флаг. Это резиденция президента Татарстана. Я сейчас прошелся быстренько тем же маршрутом, по которому нас на экскурсии водили. Но ходить тут на самом деле можно еще очень долго. Сейчас мы еще съездим на тот берег реки Казанки. И там посмотрим еще одну достопримечательность интересную. Ну и метрополитен, естественно, вам надо снять. Еще пешеходную улицу интересную, которая тут типа Арбата. Так что Кремлем Казань не ограничивается. А у меня всего 8 часов, чтобы тут все показать. Да еще и поесть надо, да еще и технику подзарядить. Потому что на таком морозе ни один аккумулятор долго не выдержит. Тут не сколько мороз, сколько ветер. Очень сильно холодный, пронизывающий до костей. А та же красивые виды. Как я говорю в каждом видео, приезжайте и увидите все сами. Своими глазами оно как-то поинтереснее будет. А еще тут ходят люди по Кремлю и предлагают экскурсии. Причем авторские. Ну типа персональные. Так что можете брать экскурсию заранее. А можете просто приходить в Кремль. У кого-нибудь из людей можете брать. Можете на входе брать. Тут много вариантов есть. Место очень туристическое. Здесь зашел. Так вот пум-пум-пум-пум-пум. Весь Кремль прошел. И на выход. Сувенирные ларьки всякие на выходе. Все такое. А сейчас посмотрим то, чего на экскурсии не было. Это набережную. На экскурсии мы потом сразу туда пошли. Нас посадили на автобус. И кого повезли по городу погулять, а кого сразу на теплоход. Вот отсюда чашу видно. Тоже одна из главных достопримечательностей здесь. Золотая чаша, золотая. Или казан по-татарски. Это центр семьи. Там бракосочетание проходит, но мы туда еще приедем. Потому что отсюда все равно в эту камеру ничего не видно. А вот мы видим дворец земледельцев. Там расположено Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан. Телефон тоже не выдерживает казанских морозов. Пять секунд работает и отключается. Хоть там 67% заряда, но работать он почему-то при таком морозе не может. Отсюда начинается Кремлевская набережная. Но мы сейчас подойдем поближе к дворцу земледельцев и оттуда уже пойдем по набережной. Как-то тут запутано все. Вот вроде как смотрю на него прямо, а тут то там дорога, то тут дорогу преграждает. Где-то там обходить, наверное, надо. Блин, ни один татарин не встретил. Что-то в Татарстане вообще не смотрят, походу, ЮРТВ. В Самаре два человека встретили. В Волгограде один человек встретил. А сегодня воскресенье, по идее, выходной все свободны должны быть. В Казани, видать, ЮРТВ не смотрят. Схема Кремлевской набережной. Лавочки тут такие стильные, прямо царские. Я вот иду, речку пока не видно. Хотя это набережная. А вот и речка. А на речке-то еще морознее. Пу-пу-пу-пу-пум. Камеру задувает. А сейчас там задует. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Набережная, наверное, где-то интересная. У тебя прямая. На велике, опять же, возникло желание погонять. А если у тебя возникло желание погонять на велике, значит, набережная интересная. Так обычно во всех городах, где бываю, набережные нормальные. На них возникает желание прокатиться на велике. Но самая такая убитая, самая ушатанная набережная, какую я видал вообще за всю жизнь, это набережная реки Табол в городе Курган. Вот там уж вообще, там сами видели, там даже реки не видно. Там так все заросло. Ужас. Ну, тот видос вы тоже можете посмотреть. А так в остальных городах везде вроде как красиво все благоустроено. А так вот. Такой отлик в Казани есть, больше нигде не видел. Ледяная дорожка вот так вдоль всей набережной, я так понял, идет. Можно кататься на коньках. Обычно там каток, катаются по кругу, а тут прям дорожку такую сделали. Смотрю, все катятся. Короче, телефон теперь даже не включается. Я не знаю, его надо отогревать теперь где-то в помещении. Потому что без телефона я особо ни хрена не ориентируюсь. Не, ну я так запомнил немножко карту. Сейчас попробуем без телефона немного походить. Но что из этого выйдет, я не знаю. Там видите, вот мечеть и церковь рядом. Тоже как в Кремле в соседстве двух религий. Весна самое неблагоприятное время года для посещения Казани. Тут летом интересное, что тут Сабантуя отмечается летом. Зимой тут под Новый год тоже прикольно. Осенью тут еще тепло, так нормальная погодка. А вот весной такое самое неприятное время. Провозик даже еще работает. И думал, просто так стоит. Вначале набережный вход на каток. И каток такой протяженный, интересный. Вдоль всей набережной. Я отошел, шел, так и не дошел до его конца. А все, все усиление. Я туда, два. Очень интересное такое здание. Прямо такой стайл, как за границей. Смотрите, какой снежок ровный. Намело все. Ветерком понадуло. С этой площади можно сделать селфи одновременно и с Дворцом земледельцев. И с Кремлем. Все отсюда видно. Камера уже второй раз отказала. Уже два раза переохладилась. И опять в руках горел аккумулятор. У меня и телефон Sony. И камера Sony. И, короче, вся эта техника Sony. Она, походу, теплолюбивая. И на морозе не работает. Сейчас самые топовые достопримечательности Казани. Это, естественно, Кремль. Мечеть Кул-Шариф. Башня Сюмбике. Вот этот вот дворец земледельцев. И вот та чаша, которая на противоположном берегу. Мы до нее еще доберемся, если камера не сдохнет и не откажет насовсем. Потому что второй раз я ее тяжелее заводил. А телефон так вообще... Я вот не знаю, сейчас его положил в карман прям близко к телу. Может, он от моего тела как-то согреется и заработает все-таки. И явит мне карта в Казани. Чтобы я тут не заблудился. Чем крепче мороз, тем больше путешествия похоже на выживание. Надо добраться до метрополитена. Там у меня телефон точно включится. Вот я и сделал кружочек. Я отсюда начинал. Я сюда вернулся. Сейчас сядем на метро. Пройдемся одну остановку на тот берег реки. Посмотрим чашу и вид на Кремль с того берега. Продолжение следует... В Китае можно так в автомате купить жетончик. Сейчас попробуем. 25 рублей проезд стоит. А в кассе только по безналу. Вот, вываливается жетончик. Здесь он такой побольше, чем в Самаре. Синенький. Люкзак и сумку все снимать. Синенький. Греба. Субтитры сделал DimaTorzok Станция Кремлевская Она, кстати, находится ближе всего к ЖД вокзалу Ну и к Кремлю А мне сейчас нужно проехать одну станцию Такой здесь Лободы Просветили мне рюкзак и сумку Как при входе на вокзал нужно было на ленту положить Кстати, в Самарском метрополитене и Волгоградском Можно было просто так проходить Там не просвечивали На фотках раньше видел Тут как-то по-другому было освещение Как-то покрасивше было Вот эти вот столбики светились А сейчас уже по-другому немного Поезда ходят, я видел, современные Русичи, как в Москве Линия всего одна Можно опять же ее взять и проехать Так вот, из конца в конец Еще что бросается в глаза сразу же Нет табло, ни интервал не отсчитывает Ни время не показывает Но зато есть телевизор Телевизоры есть, короче, и все Тут телевизор, только он не показывает Мне больше нравится, когда табло обычное С крупными цифрами То метрополитен новый 2005 года постройки Построен был к тысячелетию города Казани Название всех станций по-русски и по-татарски написано Получается, в ту сторону поехать Еще четыре станции Есть Субтитры создавал DimaTorzok Осторожно, двери закрываются Следующая станция Козья-Слобода Станции тут тоже на трех языках объявляют Даже как надписи все на вокзале Вот такой состав Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, прокатились Сейчас посмотрим С другого берега Мы сейчас под водой, получается, проехали Под рекой На другой берег На фотках видел Эти панельки наверху тоже вроде как светиться должны Но на деле не светятся Сейчас уже какое-то другое освещение Видимо на всех станциях сделали Вот такие модные светящиеся эскалаторы Как в торговом центре Еще я читал, что они вроде как умные Если народу нет, то они останавливаются А если кто-то встает на ступеньку, они снова начинают работать Вот такой райончик Козья Слобода Уже обычные дома жилые, как видите Уже такое не особо туристическое место Но все-таки здесь есть одна из главных достопримечательностей города Ну и вид на Кремль отсюда тоже интересный Получается, это же другой берег реки Вот ради этого я сюда и приехал На экскурсии нас сюда первым делом вообще повезли Дошел до Казана Вон там Татмедиа Музочка какая-то татарская играет Короче, по-моему, зону строят для болельщиков На чемпионат мира 2018 года Ну не ту зону, в которой сидеть, а зону, ну типа фан-зону Потому что летом было, все открыто было Можно было тут прогуливаться спокойно А сейчас вот я не знаю, тут какие заборы Поэтому показать я вам смог его только вот так из-за забора Больше никак Едем обратно в центр Сейчас посмотрим главную улицу пешеходную Ну прогуляемся Там уже сейчас вечер Как раз там огни все зажгутся Солнце-то уже сядет сейчас Вот и Кремль отсюда видно Солнце уже садится Обзор получился небольшим Но все-таки получился За это ставьте лайк и подписывайтесь на канал В следующем видео вы увидите, как я еду в Нижний Новгород Ну и обзор самого Нижнего Новгорода Все в одном видео, потому что я поеду-то недолго Там ночью сел на поезд, утром приехал Поэтому я скорее всего Нижний Новгород и поезд до Нижнего Новгорода Все в одном видео сделаю Так что подписывайтесь, все это увидите Куда я еду тоже в плацкарте На нижней полочке Казань Такие утроманные дорожки были Автобус подъезжал туда Мы там выходили Зеленые газоны были А сейчас тут к чемпионату подготовка идет Не забывайте, что все, что происходит на канале Это происходит благодаря тому, что вы мне скидываете бабки Если бы вы бабки не скидывали То сейчас бы уже канал не работал Канал сейчас существует на зрительские пожертвования Если вы там можете, там хоть рубль, хоть 10, хоть 20 Там хоть 50 Некоторые по 1000 скидывают Ну сколько можете, столько и скидывайте Тогда будет больше поездочек новых А какие готовятся поездочки Информацию об этом вы можете увидеть в группе ВКонтакте Ссылочка, как всегда, в описании О, эскалатор реально умный Я на него ступил, он поехал Кроме меня что-то никто не заходил Я сейчас захожу Все пришлось снимать Класть на ленту Из карманов все вынимать И два раза через ранку проходить Ну, народу мало Поэтому меня тщательно просмотрели ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осторожно, двери закрываются Следующая станция Кремлевская ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двери закрываются Следующая станция Сухонная Слобода Сухонная Слобода ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые пассажиры Будьте бдительны Станция Сухонная Слобода ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, доехал я до Сухонной Слободы Чтобы прогуляться по двум пешеходным улицам Улицы Петербургская И Баумана Здесь такой памятник трамваю Вот я сейчас в метро ехал Слушал, как станции объявляют И мне кажется, что вот Татарский язык похож на узбекский Потому что в Ташкентском метрополитене Примерно так же объявляли Сейчас вот прямо так туда и пошурую По пешеходным улицам Так и время до поезда подойдет как раз Ну и поесть успею И подзарядиться Видите, красиво подсветочка уже загорается Это пока улица Петербургская Потом она плавно перейдет в улицу Баумана Продолжение следует... Что-то петербургская Не совсем пешеходная Не совсем прогулочная Надо было на площади Тукаев выходить А то я тут уже задубел пока иду Вот здесь уже повеселее и покрасивее Вот отсюда уже красиво и начинается Торговый центр Кольцо Самый такой известный в Казани Сейчас мы выйдем на площадь Тукая Вот я дошел до площади Тукая Тукая это был такой татарский поэт Для татар он как для нас Пушкин То есть основатель татарской литературы Такие двухэтажные автобусы есть Экскурсионные Ну дубак на улице, я вам скажу Сейчас до Магдака дойду Похаваю и на вокзал Надо еще зарядиться А то это последний аккумулятор Потом поезда не смогу вам снимать Я сейчас не заряжусь Там все красиво, все светится Аккумулятор доживает свои последние минуты Ну и на этом все Подписывайтесь, ставьте лайки Потому что аккумулятор больше не выдержит Уже второй аккумулятор дохнет от такого холода Я прям удачно сюда зашел в темное время суток Потому что я здесь был, помню, днем Днем здесь не так было Ночью покрасивше Я не знаю, там влезает башня, не влезает Юр ТВ, смотри и путешествуй Рубрика «Хочу пожрать» в Магдаке Смотрите, как тут удобно Можно и подзарядиться, и Wi-Fi есть Видите, как тут есть USB Сейчас все заряжу как раз А то меня ругают, что я везде Магдак только ем Национальную еду не пробую В Магдак я точно уже знаю, что у меня будет вкусно И что тут можно зарядиться А в других кафе еще хрен знает Ну что ж, я почти полностью зарядился Ну как бы и в себя еды закинул Себя зарядил, технику зарядил Иду теперь на вокзал Уже до поезда меньше часа осталось Вот я и снова на вокзале в Казани На этом видео про Казань заканчивается Смотрите следующее Про дорогу в Нижний Новгород И про сам Нижний Новгород С вами был канал Юр ТВ До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА